Представители природоохранной прокуратуры Рязанской области после обращения граждан незамедлительно выехали на полигон промышленных отходов. Там они своими глазами увидели, как при помощи пожарных шлангов нефтесодержащую жидкость перекачивают за пределы полигона, в лесной массив на территории одной из воинских частей региона. Этим противозаконным действием занималось предприятие по утилизации отходов под названием «Эколозащита». Его представители не смогли озвучить объективных причин, почему они это сделали. Правда, оказалось, что это не единственная проблема, которая была выявлена в ходе осмотра места происшествия. В ходе проведенной проверки установлено, что вот эта вся жидкость, которая перекачивалась, нефтесодержащая, была за пределами полигона. Общая площадь загрязнения составила 120 квадратных метров. А поскольку ограждения нету, границ никто не знает, то еще у нас получилось так, что соседний земельный участок, помимо вот этих вот нефтесодержащих отходов, загрязненных нефтепродуктами, еще и твердыми коммунальными отходами за мусори. Ограждение на полигоне, конечно, пока еще не появилось, но над этим вопросом уже началась работа. Зато сейчас там уже установили пропускной режим, которого раньше не было вовсе. Управлением Росприроднадзора произведен расчет ущерба, причиненный объекту окружающей среды, почве, в размере более 29 миллионов рублей. Кроме того, сейчас по этому вопросу ведется расследование уголовного дела. После всего этого Управление Росприроднадзора предъявит претензию на добровольное возмещение ущерба и проведение работ по рекультивации нарушенных земель. Это колоссальный объем работ, потому что и площадь загрязнения, она не только 120 квадратных метров, 120 квадратных метров это только загрязненная площадь нефтепродуктами, ну, нефтесодержащей жидкостью. А так-то общая площадь загрязненная, она больше, гораздо больше. Испорченную почву придется вывести, на ее место поместить новый грунт. Объем работы очень большой. Самое интересное, что этого можно было избежать, перелив мазутную жидкость в соседний резервуар. Ведь потенциал полигона рассчитан еще на долгие годы, и он имеет возможность вместить в себя еще много отходов. Вся эта ситуация, безусловно, отражается на экологии региона. Вот как рязанцы оценивают экологическую обстановку в регионе среди прочих субъектов России. Ну, я думаю, предпоследнее место по всем городам России. Плохая экология. Давно уже известно. Вода особенная. Мы из крана воду уже давно не пьем. Мы возим воду на скалодье с деревьев. И промышленность, конечно. Ну, это самое первое, конечно, промышленность за грязнение идет. Порой ночью дышать нечем. Заводы сбрасывают воздух. Ни окно не открыть. В нашем городе достаточно вредных производств, неблагоустроенных и неадаптированных под такое количество выброса вредных веществ территорий. Скоро наступит лето, жаркий сезон, и, как мы знаем, в этот период жители некоторых районов нашего города вновь начнут задыхаться от всевозможных испарений, и об этом мы еще обязательно расскажем. Продолжение следует...